Я не думаю, что это прям выгодно, но ситуация, конечно, пока, во всяком случае, на нисходящем тренде находится. Ситуация в мире известна какая. Руководство Армении избрало вполне определенный путь. С тех пор, как, в общем, решило, что вопросы безопасности, в том числе некоторые геополитические даже вопросы, будут решать с помощью Вашингтона. Чего это как бы стоило, это известно. Что, собственно говоря, Москва и указала, несмотря на все усилия Москвы по самым разным миротворческим инициативам. Вот, это первый момент. Ну, а, так сказать, ратификация римского статута, учитывая, что делает МУС и на кого он ордер выписал, ну, это, конечно, недружественный жест. Во всяком случае, Москва его так рассматривает. Ну, вот, и пока что, в общем, Москва считает, что пока Ереван находится на американском треке, а с Америкой, ну, не с Америкой, парни из Алабама там ничего плохого не сделали, а вот, как бы, с Вашингтоном, с данной администрацией, в ходе которой все это и происходит, отношения, мягко говоря, напряженные. Мы находимся в состоянии гибридной войны. Поэтому, конечно, в этой ситуации проявлять какую-то особую, не знаю, расположенность к Еревану, конечно, Москва не будет. Во-первых, начнем с того, что правительство Пашиняна уже сделало шаг в сторону разрыва союзнических отношений. Заявление о том, что ориентация на Россию в вопросах безопасности была ошибкой, обвинение Москвы в произошедшем в Арцахе, на мой взгляд, вообще является, ну, недружественным высказыванием. И уже, ну, как бы, хотя бы вербально считается разрывом каких-то союзнических отношений, хотя до юра они, конечно, не разорваны. Это факт. Ну, такого рода высказывание, конечно, говорит о том, ну, мы как бы вот все, мы вот больше не союзники. Другое дело, что, на мой взгляд, альтернативы союзничеству России и Армении нет альтернативы. Это, во-первых, потому что бог его знает, куда это заведет Ереван. Это первое. А второе, вообще, надо понимать, что в среднесрочной перспективе никакого американского влияния в Евразии не будет. Поэтому все, кто сейчас делает ставку на западные центры влияния, совершают ошибку. Договариваться без запада по всем вот евразийским вопросам придется. И Россию из этого процесса тоже не выкинешь.